Мы не можем сейчас официально оформиться как причал в Управлении Укртрансбеспеки без договора аренды. То есть нас не регистрируют как стоянку судов. Вас это кого? Это причал, наш вот дикий сад, причал Нептун, много причалов, в общем, с разных... То есть вы предприниматель? Нет, мы просто рыбаки, скажем так. Это рыбацкие общества, рыбацкие товарищества. Значит, у нас с разных причалов здесь собрались люди, потому что возникают вопросы по аренде. То есть нам не хотят продлевать, другим не хотят оформлять, значит, возникают какие-то непонятные ситуации, какие-то споры, какие-то... Мы просили встретиться с нами городского голову для того, чтобы эти моменты обсудить, потому что мы с ним уже встречались, принимали решения, получали какие-то конкретные ответы. Он в исполнение положил на замов, замы не реагируют никак. Поэтому мы хотим с ним встретиться, объяснить, что... Ну, должен довести еще до него свою позицию, объяснить о том, что с замами работать, ну, уже как бы у нас нет ни сил, ни средств. Вот, и хотим, в общем, объяснить эту ситуацию и просто потребуем ее разрешение. А какой зам? Андриенко. То есть вам вообще никакой реакции не было с его стороны? Ну, кроме того, что он прислал к нам две проверки и написал нам письмо с отказом об аренде, больше никакой реакции от него не было. Это на сессии должны выносить решения об аренде? Эти решения должны выносить сессия. Но перед тем, как сессия примет решение, эти документы, которые мы подали, проверяет управление архитектурой, земельное управление. И потом идет дальше, значит, зам подписывает, ну, либо мэр, и дальше это решение принимает сессия о продлении, либо неопродлении, либо отказе. Значит, ну, пока мы до сессии даже мы не дошли, мы не можем... Ну, в общем, они дают возможность. Это вопрос 20-летней давности, понимаете? Весь вопрос в деньгах. Вот есть деньги у города на генплан, который приняли, на реализацию генплана? Ну, можете делать, что хотите. Если денег у города нету, собирайте деньги с аренды, правильно? Ну, это логично, вот как вы считаете. Оставить всю ту часть территории, которая превратилась. Мы видим прекрасно по части набережной. Посмотрите, вы проходили вот тут, часть набережной. Она всего тут составляет 200 метров. В каком состоянии она находится? Я уже, это, до моста. В каком состоянии? А после моста, это ужас. Прийдите, посмотрите. Это город Корабелло. Сверху висит вывеска Миколаев. Это нормально? Это город хочет. Дальше просит все, что там было это построено. Это никто, не самозахват. Это еще решение было 50-х годов. Люди строили, делали. То есть, аренда, это деньги. Люди отказываются от денег. То есть, город не хочет получать деньги. Городу ведь нужны деньги, правильно? Поднять затонувшее судно с акватории 61-го завода. Надо это делать? Это надо делать. Для серьезного гидротехника вопрос набережной – это миллиарды долларов. Был у нас Возчиков, да? Он же гидротехник по образованию. Который ГАСК возглавляет. Конечно. Он работал в Ванинском порту. Он гидротехник. Он мне рассказывал, что гидротехники делают перед строительством чего-либо макетик. Речушечка, бережочек, строение. И за этим макетиком наблюдают три года. Прежде чем приступить к реализации проекта. Это миллиарды долларов. Не то что гривен, долларов. И пройдите в дикий сад, ради интереса, если вы хотите сделать содержательную статью. Просто придите туда и посмотрите, что это такое. Туда шла вагонетка с 61-го завода и отработка кокс-мусор скидывался. По сути, это песок с коксом, с мусором, с камнями лежит. И каждый год, каждый год ливень и сливает, и сливает, и смывает, и смывает. И с этой бедой борются пенсионеры, приходят, расчищают, наводят порядок. Это же военный наш причал был. Там все эти ветераны были. То есть у города проблем миллион, миллион. Будут деньги. Ну, да, мы готовы уступить. Да, все. Завтра, извините, нам письмо официальное. Проднамеченный планом 2048 года. Намеченный план строительства плотины. Здравствуй, Андрей. Поэтому освободите, прошу. Когда сделают в городе все дороги. Вы предложите альтернативу. Вы, пожалуйста, занимайте там место. Вам. Просто указывают. Вам необходимо переедать. Это цибилизованное, понимаем. Мы горожане. Мы тоже хотим, чтобы город прекрасный был. А сейчас в такой ситуации просто не продлить аренду. Не иметь те деньги, которые, говорит, товарищ. Это просто кто-то вот решил с нарушением. Да, за 30 лет тут все с нарушением построено. Любой объект. Хотите, я вам докажу. Все эти нормы, СНИПы, ДБНы, которые не ссылаются на него. Ни одна заправка не соответствует нормам строительства. Она должна 500 метров, кстати, 500 метров от жилого дома была. Где оно все построено? Показать вам Третью Слободскую эти застройки незаконные. Эти базары, этот мусор везде и всюду. Аллеи застроены. Пройти не пройти не проехать. А сейчас, а эта набережная. Кто был в Днепропетровске? Я еще раз говорю. 6 километров прекрасной набережной. Все красиво. Цветники, все. Здесь 100 метров и то порядка нет. Мусор 200 метров сделали, но туда сколько? Надо вспомнить, сколько на проваленную плитку бюджет, вот тогда, когда провалилась на набережной плитка, какая там сумма озвучила была ремонта. 100 тысяч гривен, по-моему, да? Ну вот и вот просто человек прикинуть цифры. Поэтому наш месседж такой. Сделайте дороги, сделайте ливневки, приведите город в порядок, саккумулируйте деньги и выполняйте генплан. До выполнения генплана город будет получать доход с этих мест. Сделайте деньги, чтобы потом можно что-то делать. То есть сейчас говорят, что причалы противоречат генплану? Да, это было всегда. Это было всегда. Наш генеральный план города представляет собой единую набережную отсюда и до Намыва. Но речь идет о миллиардах долларов, даже не гривен. Ну вот, плитка 100 тысяч заменить. Вот 100 миллионов покрытия заменили. А это же гидротехника. Это что, такая была необходимость? Нам только осталось площадь эту реконструировать. Больше у нас других забот нет. У нас от 3 по проспекту Ленина должна в 17-м году еще плана предусмотрена. Вторая это реконструкция пешеходной части проспекта Ленина. Вот эта правая сторона начинает кольцевое движение. От этого проспекта Октябрьский. И где это? От 3-й Слободской. Попробуйте пройти до Садовой. Посмотрите, какие ямы. А там всего лишь нужно машина асфальта. И два часа работы, четырех рабочих. Но это уже третий год тянется. Не чем заниматься. Вы ходили там когда-нибудь, особенно когда гололед, когда там снег? Вот чем надо заниматься. А площадь это можно было оставить. Вон Фалеевская, вот в центре города ни одна тротуара нет. Пройдите по Фалеевской сейчас. Пройдите. Это надо было. Какая необходимость была в строительстве, в реконструкции этой площади. Угу.